Взяли зерно, а рассчитаться забыли? В нашу редакцию обратился руководитель товарищества с ограниченной ответственностью Алем НБ, житель Кызылжарского района, имеет небольшую посевную площадь и занимается выращиванием зерна. Еще в прошлом году у предпринимателя закупили и вывезли товар на сумму 15 миллионов тенге. Но расчет сельхозформирования от покупателя товарищества Грейн Экспорт 2018 так и не получило. Кто поможет аграрию вернуть свои деньги, узнаете из нашего сюжета. На площади в 350 гектаров Бауржан Угуманов выращивает пшеницу. В декабре прошлого года аграрий заключил договор с компанией Грейн Экспорт 2018, но расчета нет до сих пор. Сделка заключена с доверенным лицом ТОО. Через какое-то время на телефонные звонки перестали отвечать, а с руководством компании так связаться и не удалось. По словам предпринимателя, есть и другие аграрии, кому также задолжала данная ТОО. Есть и побольше моего долги, именно вот эта вот компания, вот эта ТОО. И хозяин там его имеется, который учредитель единственный, его, по-моему, найти так и не могут. А она работает, вот эта женщина, она по доверенности. Предостеречь вообще крестьян, что все-таки, наверное, так работать надо прекращать, пока закон в этом плане не усовершенствован, что вот по ходу реализации расчет должно быть, естественно, отгрузил, на веса заехал, значит, рассчитались с тобою, а потом уже там остальное – это ихние. Мужчина обратился в районный отдел полиции, в прокуратуру и палату предпринимателей. Но в пользу сельхозформирования дело так и не сдвинулось. А с подобными вопросами в палату предпринимателей обращаются не первый раз. Хотелось бы предупредить всех предпринимателей совершать сделки непосредственно с руководителями других фирм. Почему? Потому что именно в данном случае с ТОО «Али МНБ» получилось так, что сделка была заключена с человеком по доверенности от имени ТОО. После этой сделки зерно, получается, данный человек вывез, расчет не произвел. Но самого ТОО ни руководителя, ни учредителя, получается, ТОО «Али МНБ» найти не смог. Сумма 15 миллионов тенге для агрария значительна. На эти деньги рассчитывали приобрести зерно для нового посева. Хлеборобы – одна из благородных профессий. Бауржан Угуманов надеется, что его труд не пропадет обманным путем. Наталья Яитова, Анатолий Белонок, Служба новостей.